МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Дина! Мы поймать звезду и поймали вас наконец-то. Несколько вопросов, согласитесь? Ради бога. Первый вопрос от нашего ведущего, от Сережи Рябухина. Если станете продолжать карьеру актрисы, между мюзиклом и немым кино, что выберете? Мюзикл. А все, да. Коротенько. От телезрителя, от Михаила. А что вы выберете? Изменять старое или создавать новое? Интереснее как-то менять старое, возвращать это к жизни, потому что вообще, даже если вы слышали, у меня довольно много встречается сейчас в программе таких старых песен, которые для меня, некоторые из них были вообще незнакомы до того, как я начала с ними работать. Но я понимаю, что вот новая их жизнь, она появилась, и люди услышали эти песни, узнали, вспомнили, может быть. Евгений просит у вас, как у поэта, отрывок вашего стихотворения. Так не вспомню, я извиняюсь, но, может, выложу где-нибудь. Обычно говорят, что вроде как поэты должны свои стихи знать наизусть, потому что это вроде как из души, но, с другой стороны, они же рождаются в порыве какого-то, какой-то сильной эмоции. Но спустя какое-то время ты вполне спокойно можешь забыть то, что ты до этого сочинял. Вы дипломированный журналист. Вот, мы так узнали. Да, коллеги. Вот, помните ли вы о чем была ваша первая статья в газете? У нас было такое подразделение подсолнух юных корреспондентов. То есть мы учились. И первый материал, который мне задали, он совпал вот с тем, что я уезжала на конкурс международный. И мне сказали, что давай вот попробуй-ка напиши материал о том, что ты видишь, как участник этого конкурса, то есть не только то, что произошло вообще, кто какое место занял, но в том числе вот немножечко взгляд из-за кулис. Такая получилась у меня вот статья первая. Если не 21 век, спрашивает Яна, то какой выберете? 19 век, например, о нем все-таки много всего сказано, много всего написано, снято. И мне было бы интересно посмотреть. Спасибо. Все, до свидания. Спасибо большое, до встречи. До свидания.